Приветствую вас. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы, очевидно, обман воспринимаете на свой счет. Вы считаете, что если мужчина обманывает, то, значит, это как-то влияет на вас. Вам неприятно, что он обманул вас. Как правило, подобное, несмотря на то, что встречается достаточно часто, как правило, подобное связано с тем, что человек не совсем полно опирается на, допустим, на себя в принятии какого-либо решения. Вот. То есть, человеку, условно говоря... Человеку, условно говоря, для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы чувствовать себя комфортнее, для того, чтобы чувствовать себя уютнее, вот, ему нужно, ну, условно говоря, знать, допустим, что его не обманывают, к примеру. То есть это вот такой момент. И, исходя из этого, первое, на что нужно обратить вам здесь внимание, это именно то, как вы воспринимаете обман, то есть чем именно вас обман, условно говоря, задевает и почему. Вот. То есть это такой аспект. Дальше. Не знаю, как себя повести, как реагировать на обман и чтобы что. Ок. Ну, я думаю, что Оксана, ну, ок. Чтобы что. Какая цель у вас. То есть как реагировать на обман и чтобы что. Опять же, реагировать на обман можно исходя из того, что вы, допустим, чувствуете, исходя из того, что вы, допустим, ощущаете. Вот. И можно демонстрировать, например, своему мужчине то, что вы чувствуете. Вот. Только научиться, например, это делать, допустим, ну, более, скажем так, более безобидно, скажем. То есть можно научиться выражать свои чувства, выражать свои эмоции, ну, несколько по-другому, несколько иначе. Так, чтобы, например, человек не принимал это на свой счет. То есть не совсем верно будет сказать, что вот если разговор ведется в неагрессивной форме, то это значит, что никакого обвинения нет и человек не чувствует, что его обвиняют. Это было бы не совсем верно, так сказать. К сожалению. Дальше. Мой мужчина, если знаете, мне что-то не нравится, то не говорит правду, а что-то придумывал. С одной стороны, здесь есть действительно вот некая такая, знаете, ну, некая доля истины здесь, ну, действительно есть. То есть действительно есть некая доля истины в том, что если человек не говорит, допустим, правды, то он действительно дрожит. Некая доля истины в этом есть. Ну, именно доля истины. Вот. А не, ну, не вся, конечно, истина. То есть, как минимум, как минимум, это означает, как минимум, это значит, что человек хочет, например, рядом с вами, или вам, или рядом с вами, ну, казаться, казаться каким-то, казаться кем-то. И это, конечно, как минимум свидетельствует о том, что человеку не все равно, например, что вы о нем думаете. Как минимум. С другой стороны, с другой стороны, возникает вопрос, вам что-то в человеке не нравится. То есть это вопрос построения отношений. Если вам не нравится что-то, то зачем тогда и для чего тогда вы в отношениях с ним? То есть вы либо принимаете его полностью, таким, какой он есть, вместе с его, ну, вот, с его, к примеру, какими-то увлечениями, да, вот, с его дружбой, значит, ну, с женщинами, как вы говорите. Вот. Либо вы принимаете это, либо вы не принимаете мужчину вообще и, соответственно, просто с ним никак вообще не взаимодействуете. Вот. Потому что в спортивном случае, ну, эта ситуация выглядит несколько странно. Вы, вам что-то не нравится, вы, на мой взгляд, отказываетесь это, значит, принимать. Вот. А, и, значит, ну, пытаетесь, вероятно, как-то мужчину своего переделать. Ну, он, по крайней мере, мужчина, может так считать. Вот. То есть, это вопрос к вам. Да? Почему, почему вам не нравится то, что человек делает? Вот. Вообще. То, что человек делает, то, как человек, там, себя, условно говоря, ведет и так далее. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Далее. Ну, а потом это все скрывается. А, здесь мне представляется некая болезненность уже самого мужчины, в том смысле, что, возможно, ему, вот, в какой-то степени ему нравится то, что это скрывается. Потому что, ну, таким образом, люди, таким образом, часто пытаются подтвердить, что они, ну, что они значимы для своих партнеров. Этот мужчина может специально, как бы, палиться, да, в кавычках, вот, чтобы вы, ой, чтобы вы его, ну, чтобы вы проявляли к нему внимание. Вот. Пускай и, ну, такое вот в некоторой степени, в некотором смысле, я бы сказал, да, ну, извращенное немного. Ну, вот это, ну, показатель не очень уверенной позиции в себе. Мужчины. Именно мужчины. Например, на днях он отказал до встречи по причине того, если у него накопилось много денег в саду, но там провел время в компании, в частности, по другим, с которыми он друзит. А, вопрос заключается в том, как вы это восприняли. То есть, ну, отказал, отказал и отказал. То есть, ну, провел и провел. Как вы это восприняли? Мужчины знают, что вы воспринимаете это негативно. Вы возлагаете на мужчину ответственность за то, что вы воспринимаете это негативно. Но то, что между вами происходит, то, что между вами происходит, это отношение. И сейчас, сейчас, вы, по сути, друг друга узнаете. Как я понял, вместе вы не живете и, соответственно, ну, соответственно, процесс узнавания у вас только идет. Вот. И мужчина, мужчина вот, он такой. Да, он дружит. Да, он, эмммм, эммм, эмммм, со-средственно реагирует на то, что вам что-то не нравится. Он такой, и, скорее всего, он не изменится. Но и вы, в этом, в том, что происходит, могли увидеть для себя, вот эту вот позицию, что я болезненно воспринимаю, когда мне отказывают во встрече и когда меня обманывают. Почему? Потому что нарушается стабильность и постоянство моей реальности. Соответственно, ну, как мне это видится, по крайней мере. То есть вы перекладываете ответственность на человека за то, что с вами происходит. Дальше. На неделе мы договаривались провести этот день вместе. Молодец, что могло измениться. Потом все всплыло. А как все всплыло? Он бросил трубку за словами, я не должен оправдываться. Смотрите, смотрите. С одной стороны, с одной стороны, мужчина, конечно, видимо, сам стыдится того, что он делает. Вот. С одной стороны, мужчина, он, вероятно, сам, ну, сам стыдится тех вещей, которые он делает, иначе бы он не говорил бы того, что, ну, что он не будет оправдываться. Потому что оправдываются люди все-таки, как правило, тогда, когда чувствуют себя виноватым. Вот. Если бы мужчина, вот, именно, виноватым бы себя не чувствовал, да, то он бы не оправдывался. Так получается, что он сам считает, что сделал что-то не так. Но, с другой стороны, с другой стороны, и ваша позиция здесь такова, что он чувствует пусть и негласно обвинение. То есть, вам не нравится то, что происходит. И вы говорите, что мне не нравится, это ты, и ты, ну, как бы, делаешь то, что мне не нравится. Ты, вот, создаешь, значит, ну, такие обстоятельства, в которых я испытываю негатив. Вот. Понимаете? И поэтому мужчина чувствует давление. Даже если, на самом деле, с вашей стороны этого давления и нет, к примеру, вообще. Но очень важно, что мужчина его чувствует. Вот. Очень важно, что человек, именно человек, это самое давление ощущает. Вот. Понимаете, да, о чем идти прежде? А вас, вас, получается, злит. То, что он чувствует себя виноватым все-таки-то, это еще больше убеждает в том, что он делает что-то неправильное. Видимо, что-то простыдно. Вот. Понимаете, какая штука, какая штука. Ну во всем этом каждый из вас, как бы, забывает про себя. Мужчина забывает про то, что он в общем-то делает то, что он хочет, и почему-то этого стыдится. А вы забываете про то, что, ну вот, ваши, допустим, ваши чувства, ваша вот эта вот неприятность, непринятие того, что человек делает, связано, ну, в частности, с вами, с вами, вот. То есть это не всегда и не обязательно связано только чисто с мужчиной, вот. То есть обманул хорошо, значит ему нельзя дверять, вот. Но пока он ничего плохого особо не сделал, вот. Другое дело, что я, там, например, понимаю, что полагаться я могу, там, допустим, допустим, да, только на себя, ну, к примеру. К примеру. Это вроде как пример. Вот. Дальше. Так, хотя разговор не был агрессивный, я его ни в чем не винил. Ну, это, опять же, интонация. Знаю многие психологи, в том числе, я считаю, что не надо поговорить и так далее. Понимаете, разговаривать, разговаривать, это хорошая идея, но разговор, он строится, когда, во-первых, хотят оба человека, во-вторых, когда используются условно, ну, адекватные, ну, слона адекватные используются. Понимаете? Вот. Я не уверен в том, что вы используете подходящие слова для того, чтобы, ну, чтобы донестись до своего мужчины то, что, ну, свою позицию. Вот. Я не уверен, что вы используете именно технику Я-сообщение, допустим, для этого. Вот. Там еще, опять же, видите, вы говорите, что обвиняете, ну, что обвиняете, что не обвиняете его, но если вы так говорите, значит, скорее всего, подобные мысли вам в голову, значит, приходили. Вот. И вот, собственно, тут нужно анализировать, как именно вы взаимодействуете с мужчиной. Вот. Мне кажется, мне кажется, примерно такой, такой, примерно такой момент можно здесь выявить. Дальше. Любые попытки воспринимают в штыки или он наоборот начинает делать все назло. Ну, это защитная реакция, то есть человек привык к тому, что его обвиняют на то, чтобы изменить его отношения и, так сказать, приучить к разговорам нужно время. То есть это, к сожалению, не один, там, ну, не одна попытка. Вот. И, возможно, даже не две попытки. И, воплое заключается в том, готовы ли вы все это делать, готовы ли вы, вот, ну, собственно, ну, приучать, да, человека к другим формам коммуникации, которые для него, ну, для него непривычно. К примеру. Вот. Вот. То есть такое ощущение, опять же, что вас это вызывает. Ну, вот у меня, у меня возникло такое чувство, у меня возникло такое чувство, что вас это вызывает. Вот. Что вас очень вызывает, то, что он, то, что он вам, вот, делает, делает назло. Если я прав, если я прав, и вас, ну, действительно это вызывает, то вы не сможете наладить свои отношения с ним и как-то улучшить их климат. До тех пор, пока не разберете в себе и не будете воспринимать его, ну, его действия такого типа на свой счет. На свой счет. Дальше. Как-то мне сказали, что это супер. Кто сказал, что скрывает, так как дорожить. Мне кажется, что дорожить это не делать, то это мне неприятно. Нет. Знаете, какая штука. Здесь все более тонко. Человек, который дорожит, который может дорожить, ну, другим человеком, он в первую очередь дорожит собой. То есть нельзя, нельзя дорожить кем-то, да, нельзя дорожить кем-то, не дорожа собой. Вот. Но если, если человек дорожит собой, то он в том числе дорожит и своими интересами, он дорожит своими увлечениями. А это значит, что человек может делать то, что нравится ему, то, что нравится ему, то, что хочет. Вот. Но при этом, при этом, при этом, это может мне нравиться же вам, допустим. Понимаете? Понимаете? И весь вопрос включается в том сейчас, насколько обман другого человека и отказ от встречи с вами воспринимается вами как вред. Понимаете? Здесь многое зависит от контекста. То есть если мужчина, например, говорит, что вот мы с тобой там, ну, встретимся, допустим, там, грубо говоря, встретимся там, не знаю, завтра, например. Вот. Если мужчина говорит, примерно так, и вы, соответственно, приходите на встречу, а его там, на этой встрече, грубо говоря, не оказывается, то это вред. Если мужчина говорит вам, допустим, что там, ну, грубо говоря, что он не сможет быть на встрече и называет причину, то причина уже не так существенна. Потому что какая бы причина ни была, человек все равно, если это, прям, не очень важная причина такая, как, там, проблемы со здоровьем, проблемы у близких людей, ну, вот, и так далее. Если таких причин нет, если таких причин нет, то неважно какая причина. Человек просто посчитал, что есть вещи, к примеру, есть вещи, куда, ну, куда более важные, да, допустим, чем, например, вы. И это реальность. Понимаете? Какая штука. Вот это реальность. И с этой реальностью вам нужно как-то, ну, мириться. Понимаете? Понимаете? Вот так вот мне эта ситуация видится. То есть, ваше представление о том, что значит, ну, что значит дорожить, да? Что значит дорожить? Оно может отличаться от аналогичного же представления о человека, у человека другого. И вопрос заключается в том, готовы ли вы принять его представление о том, что значит дорожить. Я понимаю, что надо давать свободе, но мне не очень приятно, но мне не очень нравится его дружба с женщинами. Почему? Это, как и сказал, мой коллега ревность. Здесь ревность. Я не люблю обмана. Опять же, вопрос. Почему вы не любите обмана? То есть обмана это то, что, ну, так или иначе происходит с нами. Вот. И я еще раз говорю, что с точки зрения психологии человек не любит обмана только тогда, когда он сам не очень в себе уверен. Только тогда человек не любит обмана, когда он нуждается в том, чтобы, ну, другие люди как-то вот, ну, подкрепили его реальность, подкрепили его, представление о мире, допустим. Вот. Знаете, какая штука? И вот тонкость заключается вся в том, чтобы вы взяли на себя ответственность за свою нелюбовь, к обману. То есть обман можно не любить, но к нему можно относиться спокойно. Готова поговорить, обсудить с ним, прийти к чему-то. Цель, целеполагание у этого, у этой готовности, какое целеполагание? Он агрессивно воспринимает мои попытки. Что мне с этим делать? Чтобы что? Если человек агрессивно воспринимает ваши попытки, значит он напряжен. Если он напряжен, значит его, вероятно, нужно расслабить. Понимаете, да? О чем идет речь? Его, вероятно, нужно расслабить. Если человек напряжен. Ну и все. Вы, если вы дрожите мужчиной, например, то вы будете стараться его расслабить. Он не воспринимал агрессивно это. Вот. И, безусловно, шансы его расслабить у вас, ну, в разы повысится, в разы, если вы перестанете воспринимать на свой счет то, что он делает. То, что он, там, обманывает, к примеру, ну и так далее. Вот как-то так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. До встречи! Продолжение следует...